Здесь постельное бельё, подшузники детские, вода. Ну а сейчас продукты люди приносят. Помочь людям в трудной ситуации должен каждый, считают жители Камешково. Галине Зиминой уже за 80. Женщина хорошо помнит трудности и лишения, которые пережила в детстве во время Великой Отечественной войны. И понимает, какие чувства испытывают беженцы. Будучи тогда ребёнком, мы уже испытали страшный голод, холод. У нас уже ничего не было. Мы лишены были всего. Поэтому я сразу как-то решила откликнуться, принесла новое женское пальто зимнее. Один из пунктов приёма гуманитарной помощи в Центре социального обслуживания населения. Сотрудники организации принимают и регистрируют помощь, а также формируют продуктовые наборы. Удалось собрать самое необходимое. Это продукты, предметы личной гигиены, игрушки, бутылированную воду. Мы благодарны всем, кто принимает активное участие. Также обращаемся к гражданам, чтобы сбор продолжался. В акции уже приняли участие более ста человек, в том числе представители общественных организаций, а также предприниматели. Лейсенко Маледдинова принесла бытовую химию и канцелярские товары для детей. Такое тяжёлое время, и нужно поддерживать друг друга. Особенно жалко малышей, которые оказались в такой ситуации. Нужно оставаться человеком в любой ситуации. Нужно помогать друг другу. В настоящее время на территории района проживает 11 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В основном это женщины и дети. Большинство поселились у родственников, а некоторые в пункте временного размещения. Мы оказали всю возможную помощь. Они ни в чём не нуждаются. А в случае возникающих каких-либо проблем, то, соответственно, решаем всё оперативно. Кроме всего, мы также совет города и совет района собрали пожертвования в сумме более 150 тысяч рублей направили. Всего Камешковский район готов принять 120 вынужденных переселенцев. Для них готовы два пункта временного размещения. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков.